Как воспитать талантливого ребенка? Вопрос, которым задается подавляющее большинство родителей. Каждый малыш рождается по-своему необычным, но почему талантливыми людьми вырастают лишь единицы? Приходя в первый класс, все они имеют равные шансы на получение образования. Однако, легко дается учеба только половине из них. Кто-то преуспевает в спорте, кто-то виртуозно музицирует, занимается вокальным искусством. Однако, в успехе каждого из этих талантов есть одна важная составляющая – постоянный кропотливый труд, работа над собой. И именно этим во многом определяются будущие успехи. Об этом не понаслышке знают те юноши и девушки, которые смогли добиться высоких результатов. И сегодня они по праву – гордость области и страны. В этот день в зале ОКЦ – самое лучшее и самое достойное. Мы и собрали всех вместе, вместе ребят, для того, чтобы, ну, во-первых, почествовать и отдать дань уважения в первую очередь и педагогам, которые подготовили ребят, которые затратили и свои знания, усилия, умения и, главное, желание сделать так, чтобы их ученики были первыми, лучшими. Ну и, конечно, и поблагодарить самих ребят за их труд, за то, что они проявили волю к победе. 13 дипломов первой степени, 19 – второй и 44 – третий. Таков результат заключительного этапа Олимпиад по учебным предметам. Этот год стал одним из наиболее успешных для области. По сравнению с 2013-м количество наград увеличилось практически на треть. Такая положительная статистика – одно из ярких подтверждений успешной реализации республиканской программы социальной поддержки и защиты одаренной и талантливой молодежи. Сегодня статистика, которая отражает достижения системы образования Брестского области, те результаты, которые достигли нашими воспитанниками, это только часть, малая часть, наверное, того, чем мы должны гордиться. Мы должны гордиться той системой, которая сегодня создана в целом в Республике Беларусь и в Брестской области по поддержке наших одаренных деток. А эта система работает, я хотел бы сказать, эффективно. Один за другим на сцену областного общественно-культурного центра поднимались учащиеся и их педагоги. В этот волнительный, но очень приятный торжественный момент каждый из них осознавал – дни и ночи, проведенные за книгами в поисках интересной и полезной информации, прошли не зря. Я в первую очередь за это благодарю своих родителей и своих преподавателей Анну Николаевну, потому что без них я бы не смогла это ни в коем случае сделать. Конечно, это очень приятно. Эмоции самые положительные, потому что до этого момента была проделана очень серьезная работа. Совместная работа всего педколлектива, родителей, наших детей. И, конечно, сегодня мы испытываем самые радостные эмоции. За то, что они в очередной раз доказали, каким обладают потенциалом мощным. За то, что мы в свое время сделали правильный, наверное, профессиональный выбор. Ну а на сегодняшний день подтверждаем, что двигаемся в правильном направлении. Какова дальнейшая дорога этих талантливых ребят, покажет время. Кто-то из них воспользуется победной возможностью и будет без экзаменов поступать в профильный вуз. Кто-то выберет для себя другую, не менее интересную жизненную дорогу. Однако точно известно одно. Эти ребята знают, в чем секрет успеха. А потому им по плечу любое интересное дело. Субтитры создавал DimaTorzok